всем привет это лимонадный и новый сюжет выпуск о том как писать музыку я вчера сел над этим чтобы снять этот сюжет сел такой открыл этот начал записывать открыл ноутбук начал записывать вот что такое аудио дорожка рассказал что такое миди дорожка рассказал вроде все так постарался рассказать потом пострел 13 минут такого унылого извините заражения она получилось что я решил чуть-чуть формат поменять не рассказывать просто что это что это это что а решать конкретные задачи как говорил мы учитель по физик по физике какой смысл читать книги наука нужно чтоб решать задачи вот то есть нужно конкретное что-то решить допустим вас озарила вот и пришел мотивчик какой-то в голову да какой-то супер супер мотивчик что нужно сделать его нужно сразу попытаться зафиксировать записать на диктофон у почти у каждого есть смартфон или мобильный телефон и там везде есть диктофон вот взять взяли и просто напели и не волнуйтесь что вы поете не так как вы хотели это услышать да не стесняйтесь своего голоса на самом деле у вас у всех есть встроенный музыкальный инструмент даже если вас раздеть до гола у вас все равно будет музыкальный инструмент это ваш голос да то есть получается это один из самых мощных инструментов вот и вы сразу запишите вот допустим вы придумали этот мотивчик день-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ все сохранили теперь берите и через telegram можете себя отправить то что вы записали вот то что вы записали после этого а переключаем сейчас будет экран эйблтона я расскажу что после этого так вот вы видите экран программы эйблтон life 10 версия сейчас она в режиме сессии то есть напоминает программу excel столбиками ячейками а это пока режим вам не нужен начнем с режима аранжировки нажмите клавишу tab вот или вот сбоку есть такая с правом верхнем углу вы видите вертикальные полоски горизонтальные вам нужны режим аранжировки горизонтальной полоски что вы делаете дальше это режим аранжировки так выглядят большинство программ для написания для написания музыки обо всех элементах буду рассказывать по мере надобности да вот вы видите у вас по умолчанию 2 миди дорожки 2 аудио дорожки нам для начала нужны аудио дорожки с ними начнем работать и так что мы делаем мы берем это что вы прислали это то что вы себе прислали в telegram сохраняете на компьютер открываете эту папочку и запускаете плеером обычным вот обычным проигрывателям то что у вас то что вы записали те кто постеснялся набубнеть я все сэмплы которые включая свое просто превосходное пение я сделаю такой zip архивчик который можно будет скачать и поработать вот чтобы ничего нигде не искать не напевать может у кого-то нет возможности записать себе короче вот вы записали это вы берете и его запускаете запускаете и мышкой тапаете что такое тапаете тапаете это когда вы в ритм песни нажимаете на кнопку тап для чего для того чтобы определить ее темп вот вы тапаете и машина автоматически программа в просчитывает м поехали вот я запускаю ну вот пишет мне пишут что что 88 в среднем я ставлю ровное число 88 а мне нужно точно нам нужно максимально приблизительно вот потом смотрите включайте метроном метроном вот у вас есть такой метроном чик метроном чик у вас есть такой метроном чик и можете себя проверить как вы подобрали скорость как в дженге запускаете опять ваше то что вы напели не идеально но плюс-минус норм теперь берем эту штук все вы поставили себе 88 получился мне bpm вы затаскиваете вашу партию затаскиваете и кидайте на аудио дорожку об есть контакт так послушаем без метронома чтоб не сбиваться слышите как он ее распознал это так называемый варпинг на вот то есть она звучит ускоренно да хотя должно звучать плюс минус нормально потому что мы темп установили как бы ее темп этого фрагмента это варпинг варпинг это такой механизм который синхронизирует темп аудио фрагмента с темпом с темпом всего проекта вот этот 800NDM проекта варп он синхронизирует конкретный вот этот фрагмент для чего чуть позже вот но он это сделал неправильно поэтому я беру и этот варпинг отключаю вот у нас получается оригинальная скорость деньги ренденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденденд привязка к сетке видите я могу двигаться только по вот таким вот по таким вот столбиком чтобы отключить и сделать ее свободную чтобы она не прилипала до привязки не было к сетке нажимайте command 4 или control 4 так вот растягиваем и я ищу свой первый денден есть беру и теперь вот этот отключая 5 режим привязки теперь он не нужен и беру его притягиваю на и ставлю на девятку ровно чтобы она четко начиналась в сильную долю и теперь смотрите включая метроном и слушаю ну слушайте хорошо так получилось нормально держу вот теперь ну надо сделать четенько потому что что мы хотим сделать мы хотим посадить этот фрагмент на бочку потому что вот вы услышали этот качку услышали этот грув вот вы его напели обязательно когда вы напеваете себе грув вот который пришел вам обязательно зафиксируйте ритм в котором вы это слышать и потому что потом послушайте через неделю он может вы можете его не угадать просто чтобы было так вот и давайте посадим этот такой у нас будет задание импровизированная до модулируем ситуацию посадим этот груз на бочку просто бум бум для этого его нужно чтобы он четко ритмично был по сетке теперь мы включаем варпинг включаем варпинг вот вот и берем видите тут на есть такие треугольнички бледные треугольнички не желтые а бледные вот и мы можем здесь тоже есть привязка к сетке вот если его нажать два раза он тоже становится желтым его можно двигать вот но если просто его даже под на двигать вот можно и и не нажимай два раза да то есть как бы можно двигать не нажимая короче нам нужно взять и теперь четко по сетке это выровнять мы берем контр 4 команд 4 нажимаем и слушаем и расставляем растягиваем четенько по ритму на слух вот видите дн который второй он чуть раньше нужно начался чем нужно и мы его растягиваем а вот этот второй день должен а вот хлопками теперь с вот этими щелчками щелчками вообще очень классно потому что щелчки попадают у нас на вторую на четвертую долю и посмотрите как они без варпинга да красиво упали мы можем знаете что сделать почему у вас 4 раза и просил напеть с вот этими штуками первую часть которая без снепов без щелчков берем а так вот и убираем у нас получается ровно лук на 4 такта вот с этими снепами по моему он будет сидеть очень ровно не очень ровно подровнять придется если у вас все нормально во вашем фрагменте то вы фиксируете эти точки то есть если вы желтую нажали она уже не сдвинется если вы будете двигать серую то серые будут вместе за ней уходить то то есть это как бы вы столбите желтая а серые они такие двигающиеся треугольнички если вот так вот подвинуть чуть выше этих треугольничков превращается курсор в динамик и можно с этого места запускать вот флушинг сначала класс вот ну все теперь можем из этого сделать луп если мы нажмем здесь луп то вот только аккуратно да loop вот он вот его рамки надо его четко согласовать нажмите command 4 чтобы включить режим привязки к сетке вот чик чик вот и тогда у вас будет теперь если вы за край потяните то вы видите что фрагмент начнет повторяться так теперь то что не сказал вначале сэмпл можно закинуть вот так вот с папки да бросить его просто drop and drop а можно добавить сюда вот у вас если будет папка сэмплами вы нажимаете add folder нажимаете бах и тут я сделал такую папочку назвал назвал ее сэмпл с лима диджи влог вот я ее добавляю и видите внизу она мне появилась здесь я добавил специальные сэмплы так смотрите задача посадить это все на бочку на бочку на бочку берем сэмпл бочки и закидываем его на вторую аудио дорожку смотрим на него отключаем варпинг если у вас стоит варпинг а может ну может он у вас стоит коротких сэмплов может по умолчанию стоит я уже точно не помню но отключайте на коротких сэмплах они называются ваншоты вообще все сэмплы аудио сэмплы делятся на два вида лупы и ваншоты ну или просто могут быть еще длинные какие-то музыкальные фразы они не лупа они просто партии ну в общем есть ваншоты и лупы вот так вот ваншоты лучше не варпить они должны звучать своя ну нет смысла у вас же ваншот там бах и все какой смысл его там привязывать к сетке ритмической так и вот смотрите посадим теперь наш наше произведение на бочку мы получается берем вот этот сэмпл бочки и есть один секретик такой видите вот если увеличить в начале бочки вот такой фэйт фэйт это это кривая громкости вот ее нужно убрать чтобы вас бочка стартовал просто в берете в до упора вас бочка должна быть четкой и берете теперь копируете эту бочку на сильные долины 1 2 3 4 потом можете сделать вот так выделить и нажать команд или control d чтобы не делать работу чик 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 вот и слушаем что получалось пас повесим сразу на мастер лимитер видите может что краб красная у нас уже ушло но ничего страшного берем лимитер и контролируем у нас не все уже есть такой какой-то минимальный группы минимальные あと аудио трека а что же такое миди трек миди трек этот трек для виртуальных синтезаторов то есть только виртуальный синтезатор это может быть синтезатор виртуальный то есть программный синтезатор то же самое что у вас такой был бы железяка на который бы он нажимали на кнопки он синтезировал и бы издавал какие-то интересные звуки точно также есть программный синтезатор вот то есть они называются в ст виртуальный синтезатор вот так вот есть еще сэмплеры сэмплеры которые что такое сэмплер ну давайте 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 начнем синтезатор вообще так бочку никто редко кто ставит вы или делаете из нее луп вот но это уже очень много очень много дуэта виртуальный давайте теперь поговорим про миди дорожку что такое миди дорожка миди дорожка это да для виртуального синтезатора вот эти вы посмотрите в левую сторону, вот у вас есть такой браузер, где вы можете нажать инструмент. Ну и давайте вы выберите аналог и брасы. Брасы это, ну то есть трубы. Теперь перетаскиваем брасы сюда. И если нажать в правом верхнем углу вот такое пентаграммку клавиатуры пианино, то ваши клавиши A, S, D, F, G, H и W и они превращаются в однооктавную раскладку. Вот понажимайте A, S, D, F Вот этот красный квадратик, если его отключить, то вы будете нажимать клавиши и никакого не будет результата, потому что он не будет воспринимать входящий сигнал. Нажали? Есть. Но если вы возьмете, допустим, выделите один так, нажмете Command-Shift-M, у вас появится MIDI-клип. MIDI-клип это такая это клип с командами для этого виртуального синтезатора. Видите, у вас с левой стороны есть вертикальная такая как бы вертикальная клавиатура пианино. Вот. А нам показывает, на какой высоте будет находиться звук. Ну вот смотрите, возьмите, начнем с до. Оп! Вот. У нас получился такой квадратик. Если его растягивать, вы будете увеличивать длительность этого звука. Вот. Сделаем соло, чтобы слушать только эту дорожку. Чтоб не слушать наш дэн дэ 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 Видите? Если растянуть будем длиннее. Еще раз тянемте, еще длиннее. еще одну получится другая нота вот и точно так же ну вот допустим сделаем из этого и в чем прикол да то есть если ауди дорожка она записана и вы уже поменять можете ну там фильтром эквалайзером срезать добавить то в миди дорожки но вам не нравится звук вы поменяли на другой синтезатора не нравится этот передумали чтобы у вас были трубы решили что у вас будет какой-то поэт это играть вот ну все хватит поиграйтесь побалуйтесь для чего я вообще про миди рассказал ладно все вот это вы поняли да еще добавлю для чего это рассказал потому что бочку так никто не на бочку не сажает бочка обычно ну по крайней мере я так делаю я ее она у меня играет через сэмплер программный сэмплер он drum rack называется вот если вы посмотрите инструмент что вы увидите 3 в левом углу drum rack это как это сэмплер это программный сэмплер вот вы видите у вас есть ячейки c1 cd с 1 вот вы можете в на эту ячейку взять сэмпл этой бочки и кинуть на эту ячейку вот теперь если вы нажмете на эту для чего объясняю вот у вас как бы партия это вас просто бочка и вот но да но вы вдруг решили что-то поменять вы хотите чуть другую партию сделать вот вы берете создаете команд shift м вот у вас видите вы прописываете теперь команду для этого миди клипа и теперь вот видите просто миди клип миди дорожка указывает что ему надо играть это на каждую сильную долю вот и в чем прикол в том что вы можете взять быстренько ее поменять допустим сделать здесь еще дополнительный удар то есть вам не нужно вот так вот раз к копировать бочку как мы делали то только что вы берете куда удалим эту дорожку чтобы она не мешала вот вы берете растягиваете и вот так все заканчиваю но надеюсь понятно опять таки формат такой потому что можно очень долго вам рассказывать да про что такое аудио дорожка что такое механизм варпинга что варкинг бывает бит ну то есть виды варкинга но блин если вам все это рассказываете вы это будете запоминать вы состаритесь и не научитесь надо решать задачи надо вот брать вот от конкретно задача вам пришел мотив надо его зафиксировать потому что никогда не откладывайте на потом потому что вы его забудете я проверял много раз забывается особенно если ночью приснился вот и его надо зафиксировать напели и потом хотя бы на бочечку да на бочку посадили последили на бочечку мотивчик шансончик получился все друзья это был лимонад рассказать интересно я вам рад